всем привет друзья с вами снова аквамэ ну а кто же еще и сегодня мы будем творить мы будем собирать мега декоративный супер эффективный сухой орошаемый фильтр благодаря вашим комментариям под прошлым фильтрационным видео друзья я надеюсь это видео тоже не станет исключением вы обязательно напишите какие фильтра мне нужно воспроизвести будет еще в дальнейшем но мы начинаем сухой орошаемый фильтр что ты такой на самом-то деле суть заключается в том что у нас есть какой-то наполнитель для биофильтрации без разницы что хоть крошка кирпича керамзит да тот же самый песок или лава может какие-то шары пластиковые стружки в общем то здесь каких-то ограничений нет но смысл заключается в том что у нас вода капает орошает то есть сверху этот био наполнитель проходит через него и стекает обратно в аквариум за счет того что у нас происходит насыщение кислородом воды вроде как процесс биофильтрации он становится более эффективным плюсом ко всему сама вода которая в аквариум стекает она тоже насыщается воздухом и вроде как это тоже очень хорошо поэтому сегодня мы будем собирать подобного рода фильтр хочу сразу сказать что есть очень похожий 3 call tower фильтр называется тоже орошаемая башней фильтр но он немножечко другой он относится категория сухих влажных фильтр то есть фильтров полусухих полувлажных этот же называется сухой то есть он не затапливается фильтрующий материал находится непосредственно в воздухе друзья и конечно же существует куча разных конфигураций разновидностей но как правило они все включают себя какой-то набалдашник который ставится сверху где-то аквариума подвешивается на потолок и помпой которая располагается в недрах аквариума подается вода по шланге в саму вот эту вот кювету в сам вот этот вот ящик с наполнителем и на самом-то деле верно да это имеет место быть но помпа которая одиноко странствует в недрах аквариума я решил что это не слишком декоративно поэтому пришлось ваять вот такую вот молототорическую конструкцию т-образный фильтр все лишь для того чтобы низушку помпы то есть не низушку помпы а чтобы в низушке этого фильтра спрятать помпу то есть сама помпа она будет располагаться в воде а непосредственно фильтрующий материал он будет располагаться над водой но сейчас вы сами всего прекрасно увидите друзья в этом ничего сложного нет естественно чем больше объем загружаемого бионаполнителя тем лучше происходит фильтрация плюсом ко всему есть как я уже сказал разные конфигурации в том числе и по разбрызгиванию разные немножко и по ходу воды то есть по току воды как вода располагается растекается в недрах этого фильтра я постарался собрать такую технологию такую конструкцию чтобы во-первых не было видно помпы чтобы это все было как-то монолитно во вторых чтобы все таки был да этот бионаполнитель ну куда же без него в третьих чтобы вода не стекала то есть не капал не булькал а чтобы вот этого унитазного призвука не было поэтому все будет тихо все будет ровно все будет красиво только тихонечко писающие струечки воды на сам бионаполнитель но опять-таки варьируя высоту самого столба именно трубки на которой будут флейты располагаться можно и от этого шума избавиться тоже я вам скажу но тогда изюминка этого фильтра на мой взгляд она пропадает куда-то еще такой момент что для более равномерного растекания по бионаполнителю рекомендует сверху выкладывать мат синтепоновый либо губку поролоновую в таком случае вроде вода проникает менее затрудни то есть менее однообразно то есть она как бы распределяется по всему бионаполнителю но я не стал городить с губкой во первых потому что ну это губка во первых все таки а во вторых что нужно здесь брать крупнопористую губку ее сюда вырезать надрезать вот кстати обратите внимание я сейчас щели формирую то есть у меня все в принципе было подготовлено в общем-то губку я как вы понимаете вставлять сюда не стал щели нужны для того чтобы по ним вода по вот этой нижней части по стеночкам по боковым как раз таки стекала в аквариум можно да здесь хаотичном порядке на сверлить отверстие в днище а можно этого и не делать потому что если на сверлить отверстие в днище будет эффект местный эффект дождя какие-то осадки будут выпадать это дополнительный шум и на мой взгляд не очень хорошо дальше вот это вот шахта это на самом то деле только лишь декоративный элемент она будет поглощать помпу то есть внутри нее будет спрятана помпа и и все в принципе какой-то функциональной нагрузки она не несет потому что все равно вода по помпе вода по трубке будет поступать наверх и уже дальше распределяться в недрах этого фильтра сейчас я клею крепеж на стенку аквариума ничего необычного просто уголок его и не видно он и декоративно выглядит и все в принципе то есть буквально на ваших глазах мы собрали этот незамысловатый фильтр да есть еще у меня одна апгрейдовая если так можно сказать а может быть просто переделка которую я вам в дальнейшем покажу но там скорее всего это даже не апгрейд это немножко другой принцип действия но на основе тоже вот этой конструкции довольно интересная получится у нас с вами история итак друзья сама помпа примеряем кстати сказать необходимо прорезать здесь отверстие под шнур то есть просто берем и кусочек вырезаем да можно прям в шахте этот шнур где-то пустить но это дополнительное отверстие внутри вырезать сверху как-то все выводить в общем то не совсем я себе это представляю потому что если оставлять какие-то отверстия сверху будет вода стекать именно в саму шахту чего нам не нужно также следует помнить что впритык помпу вставлять не нужно потому что помпа должна засасывать воду чтобы она хотя бы там была эта вода и у меня как раз таки там зазор где-то 2-3-4 миллиметра есть итак нам остается сейчас я регулятор уберу ненужный который упирается просто-напросто и в принципе нам остается собрать только подающую надежды и влагу в биоматериал трубку да ну а перед этим я взял вырезал из куска обычной электротехнической трубы вот такие вот небольшие фрагменты их насверлил опять-таки друзья старался ровно сверлить получилось как обычно но как-то так получилось что в итоге все равно ровно вода льется за исключением пары моментов которые как-то сикают в бок вообще непонятно куда но мы это в дальнейшем посмотрим смотрите мне необходимо эти фрагменты будет заглушкой приклеить то есть это заглушка из пластика ПВХ того же самого я просто вставляю клею туда суперклеем потому что эта трубка электротехническая для прокладки проводов и пластика в принципе на суперклей нормально заклеиваются отлично я бы даже сказал то есть я беру проклеиваю затем просто-напросто наждачкой сточу то что мне не нужно ну вот так примерно выглядит именно закупорка этой трубки почему потому что если не закупоривать эту трубку естественно вода будет стекать вот только по одному варианту именно с боков а это нам совершенно в данной конструкции не нужно поэтому друзья немножко воздержимся от каких-то ленивых так сказать позывов и все-таки а заклеим эти торцы на тем более что в принципе не так много это времени занимает и все да друзья естественно что этот фильтр можно собирать на разные объемы естественно что разный объем фильтрующей камеры можно тоже делать без проблем естественно что разный фильтрующий материал можно использовать естественно что можно еще более улучшить процесс фильтрации если если вниз то есть в саму шахту внизу поставить какую-то губку ставить тогда у вас еще будет сначала какая-то большей степени механическая фильтрация и биофильтрация но и сверху будет через биоматериал тоже проходить у нас через био наполнитель будет проходить у нас влага и это все естественно будет еще лучше итак собираем собираем саму установку вот эту вот фильтрующую у нас есть вот такой вот молот молотушка т-образная есть вот такая вот небольшая помпочка это фонтанная помпочка через кусок силиконового шланга я вдеваю вот такую вот да она гнутая просто потому что я отверстие не сделал совершенно не в том месте где нужно было да потому что отверстие в помпе располагается не так как мне хотелось бы она раз по она смещено немножко к одному краю и я в общем-то прогадал с размещением помпы этого отверстия мне пришлось феном прогревать немножко изгибать эту самую трубку еще что очень важно вся конструкция получилась разборная то есть без проблем вы можете оттуда достать помпу достать трубки промыть может быть заменить какие-то трубки может быть как-то улучшить усовершенствовать еще конструкцию то есть ничего в этом сложного совершенно нет абсолютно ничего сложного в этом нет пластик пвх клею я супер клеем просто потому что на супер клее отлично и быстро он схватывается намертво практически дальше смотрите я все продолжаю вставлять трубку по которой будет у нас поступать вода на сам био наполнитель и и вот сейчас она уже почти влезла на самом-то деле я ее согнул так чтобы можно было только с одной стороны и в день чтобы не попутать стороны не знаю для чего это сделал но так уж вышло и можно сказать что я так запланировал и так вставляем здесь такой момент чтобы больше декоративности было желательно чтобы помпа снизу не выпирала но я сейчас когда буду все это наждачкой проходить я немножко трубку сточу и сверху и снизу потому что сверху получается уж высокая башня из вот этой вот флейты она ну даже для меня это слишком высоко поэтому немножко я сточу наждачкой естественно в процессе еще я подкрашу вот такой же черной матовой краской на которую то есть которая нанесена на вот этот вот тройник это тройник от эрлифного фильтра который мы когда-то собирали просто потому что новые тройники стоят денег и мне гораздо проще взять уже то что мы собирали и так получается в целом вот такая вот конструкция похожая на какой-то насос да но не стоит делать поспешных выводов потому что сейчас нам необходимо все это добро будет прокрасить обратите внимание щели две и щели как раз таки с боковых стенок дают нам именно вот этот вот сток и да кстати сказать можно было бы вырезать вообще прорезать спереди сделать получился бы некий водопад но я думаю в дальнейшем мы все это добро еще попробуем и так я уже все обточил покрасил и вот посмотрите друзья посмотрите на эту космическую прекраснейшую установку да похоже на то что вы подцепили маленький аквариум или какую-то мыльницу с подсветкой но 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 подождем потому что сейчас нам необходимо совершить закладку био наполнителя в недра вот этого фильтра ну как в недра сверху то есть берем просто и закладываем у меня это лава дикотоп мне присылал фирма эту лаву я его просто закладываю ну а дальше все станет понятно все станет ясно на этом все друзья с вами был аквамин увидимся очень скоро в новых видео обязательно пишите какие фильтра нужно будет собрать еще всем спасибо всем пока пока друзья я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok